Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю компании «Сингента». Здравствуйте. Рада познакомиться, рада вас всех видеть. Светлана знает очень много о патогенных и вредителях, и я вам настойчиво рекомендую сегодня воспользоваться доступностью Светланы, пообщаться с ней, задать вопросы наболевшим. И симбиоз науки и практики сегодня представлен Сергеем Александровичем Бонадысевым, руководителем селекционной программы компании «Докогенные технологии». Я уверен, что более опытного специалиста в комплексном подходе, пожалуй, найти невозможно. Итак, наша секция посвящена картофелю. Уважаемые эксперты, Итак, что можете сказать о болезни в целом? Насколько вообще эта проблема решаема или нерешаема в современном производстве? Поднимите руки, кто сталкивается с болезнями картофеля. А теперь кто не сталкивается. Ух ты. Так, ну там рука всегда поднята. На самом деле болезни картофеля есть, будут, и, к сожалению, они практически непобедимы. Не в том плане, что мы не можем с ними справиться в период вегетации, а в том плане, что болезни существуют независимо от нас. Это живые организмы. Они мутируют, они продолжают приспосабливаться, как бы мы с ними ни боролись. Поэтому наша задача, как бы, не убить их окончательно, не извести их полностью из почвы или из окружающей среды, а просто минимизировать и снизить те риски, которые они могут оказать негативные на наш урожай. Сергей Александрович, вот с точки зрения практики, Сергей Александрович управляет большим семеноводческим комплексом, поэтому я думаю, что он по болезням тоже знает все. Уважаемые коллеги, ну, в реальном картофелеводстве работать же не скучно. Скучать не приходится, потому что изменение ситуации и погодной, и фитосанитарной подбрасывает нам новые проблемы. И эти проблемы становятся все более сложными. Уже сейчас, можно сказать, мы и не задумываемся, как контролировать фитофтороз. Все понятно. Альтернариоз, все понятно. Но успокаиваться на достигнутом-то не надо. Я вот с собой взял немецкий журнал последний по картофелю. И там четко написали, например, первый раз я такое прочитал, что только 4 ДВ, 4 активных субстанции контролируют, ну, реально подавляют альтернариоз. Остальные только контролируют, то есть, ну, сдерживают немножко. А что уже говорить о новых проблемах, которые вот появились буквально в последнее время? Ну, число актуальных, вот в реальном картофелеводстве, которым занимается наше предприятие, причем на больших объемах, полторы тысячи гектаров, основном семеноводческого направления. Новые проблемы, это не только наши проблемы, но они вот обострились буквально в последнее время. В последний период. Самыми острыми являются, конечно, бактериозы. Также много хлопот доставляет повышение вредоносности стеблевой нематоды. И вот такое явление, как раннее засыхание растений картофеля. Я помню, года три назад, какой-то, по-моему, финский эксперт, по-моему, на вашем дне подрядом, у нас проблемы, в Финляндии, у нас проблемы раннего засыхания. Я думаю, что он, что он, такое раннее засыхание, о чем он говорит? А потом присматриваешься, е-мое, вот в конце вегетации неожиданно начинают засыхать растения. Это не фитофтор, это не альтернариоз, а, оказывается, к нам пришел уже вертициллиоз, появился уже склеротиниоз, церкоспороз уже находится на картофеле, ну и вот антракноз, о котором мы сейчас будем говорить. И это вот симптомы, которые новые, которые, ну, раньше не встречались на товарных посадках, а они, знаете, к чему приводят? Вот тот же антракноз и бактерии, они сложны тем, что они, в общем-то, проявляются в течение всего жизненного цикла картофеля и в период вегетации, и в период хранения. И они могут прогрессировать в период хранения, поэтому борьба с ними, то есть контроль их очень сложен, и он практически меняет всю агрономическую работу. Поэтому у нас, конечно, мало времени на то, чтобы судить все сложные проблемы, которые сейчас у нас появились, но некоторые вопросы мы постараемся вот сегодня обозначить, привлечь ваше внимание, чтобы, ну, вы относились к ним более внимательно. Вот, ну, вот смотрите, почему, вот еще такой маленький отступ в научную сторону, почему сложно бороться с болезнями? Потому что даже понятно, что бактериальная болезнь существует внутри растений, вирусные болезни вылечить невозможно, можно только оздоравливать семенной материал, но и грибы тоже не отстают. Вот вам пример просто. Многие грибы формируют покоящиеся структуры, поэтому если с какими-то болезнями можно бороться севооборотом, то есть перейти на другую культуру невосприимчивого к данной болезни, то с некоторыми грибами этот номер не пройдет, потому что они формируют покоящиеся структуры, такие как склерозы, хламидоспоры, ооспоры, офитофторы, которые могут сохраняться в течение 5, 10, 15, а то и 20 лет. Размножаются канидиями и так далее, но вот такой вот сросшийся мицелий, который образует вот эти покоящиеся структуры, он может храниться, к сожалению, очень долго. Ну вот классические примеры, да, резактония. Все знают, все видели вот эти черные коростинки, которые могут оставаться в почве, поэтому выбить ее из почвы, ну, практически невозможно полностью. Склеротиния и на картофеле сейчас приобретает значение, но морковники ее вообще знают прекрасно. И вот тот же самый антракноз, про который мы сегодня как раз хотим поподробнее поговорить, не успеем все болезни осветить, но давайте вот по нему поговорим отдельно. Да, давайте дальше развивать тему антракноза и перейдем к конкретным примерам. Сергей Александрович, вот у вас богатая практика и такая мощная довольно-таки научная база. А расскажите все-таки, какие основные факты об антракнозе нужно знать нашим производителям картофелям? Ну, мы как производственники не такие уже офигительные теоретики, мы не будем углубляться в биологию. Наша задача контролировать проблемы, пытаться их сдерживать, но не допускать ущерба. Поэтому по антракнозу нас интересует, конечно, ну, прежде всего беспокоит то, что он снижает товарное качество клублей. По симптомам они немножко отличаются от серебристой парши. Иногда зрения не хватает, надо посмотреть под таким увеличительным стеклом. От серебристой парши антракноз отличается маленькими черными точками. Поэтому во всем мире эту болезнь так и называют – черная точка. И, соответственно, снижение товарности довольно существенно, если выпустить эту тему из-под контроля. На клубнях, если он начинает прогрессировать, то вот это уже поражение уходит в глубину. И уже так по внешнему виду и не скажешь. Антракноз – это или стеблевая нематода, или это бактериоз. Это уже на этой стадии поздно диагностировать антракноз. И, соответственно, визуальной диагностики этой болезни недостаточно. Тут ошибиться можно просто на раз-два. Начинать контролировать болезнь надо еще, можно сказать, в середине вегетации. По первым пятнам еще можно диагностировать антракноз более-менее точно. Это такие коричневые появляются. Сначала увядают стебли, но стебли желтеют от очень много причин. Это тоже не признак антракноза. А вот как раз черные точки, которые при высыхании стеблей появляются уже на поверхности, это яркие доказательства. Но и тоже неполные, потому что некоторые формы вертицеллеза тоже имеют микросклерозы, тоже черные точки. А если еще раз разорвать стебель, и вы вдруг там обнаружите крупные склерозы, то это уже к вам пришел склеротинеоз или белый огниль. Это тоже такое уже явление есть в России. Но серьезное поражение, конечно, приводит к снижению фотосинтеза, и урожай конкретно снижается от антракноза. Поэтому, значит, вот так упускать эту болезнь, ну, свободное плавание, конечно, прометчиво, потому что ущерб довольно большой. Сложность антракноза, как и вертицеллеза, в том, что источником являются семена, почва, и передается воздушно-капельным путем. Соответственно, вот эта сложность биологии возбудителя, конечно, определяет и сложность методов борьбы. Мы не можем эту болезнь контролировать типичной системой защиты. Я тоже хочу немножко добавить об источниках инфекции. Вот обратите внимание, что есть и микросклерозы, и клубни, и мицелием он распространяется. И часто вот видно вот такое поражение со столонного конца, и эта клубень уже будет не то что источником инфекции, он еще и сгниет, еще и вызовет гниение, очаг гниения в хранилище. Вот смотрите, собрали как бы несколько фактов. Спасибо Сергею Александровичу, он такую очень хорошую статью написал. Я, если хотите, потом вернусь к первому слайду, там есть ссылка на статью, для тех, кто не читал, очень рекомендую почитать. Но обратите внимание, запомните, когда мы начинаем продумывать методы борьбы, мы должны знать, с кем мы боремся, и на каких этапах с ним можно бороться. Вот хороший факт такой интересный, что как только патоген у нас начинает прорастать, он прорастает со скоростью 1 мм в день. И если инкубационный период антракноза от 30 до 45 дней, то это уже говорит нам о том, что через 45 дней он уже распространится по гребню достаточно широко. Поэтому купировать его в самом начале, исходя из знаний биологии, это один из методов. Но мы про методы сейчас чуть попозже поговорим. Там нет какого-то одного подхода, и в принципе это уже ко всем болезням относится. Нужен комплексный подход. Ну что, давайте перейдем, Юрий. Да, вот как насчет правильной диагностики болезни? Потому что для выбора правильного метода борьбы нужно сначала корректным образом определить сам патоген. Совершенно верно. Сергей Александрович правильно упомянул, что симптомы антракноза, как и многих других болезней, легко спутать с другими заболеваниями. Поэтому лабораторная диагностика в принципе на современных этапах производства относится уже ко многим патогенам. Становится не просто такой-то приятной процедурой, которая нам что-то рассказывает, а обязательным мероприятием, если мы хотим производить хороший, качественный картофель. Вот специальная фотография, очень похожа на серебристую паршу, но по факту это антракноз. К сожалению, у нас ГОСТ не оговаривает строго наличие антракноза. Почему он и распространился? Он просто разъехался с семенами, его просто не могли диагностировать. На Западе существуют методики определения антракноза в почве. То есть не ждать, когда проблема проявится на семенах, а протестировать почву на поле и уже знать, что есть у нас иск заражения или нет. Но, к сожалению, в нашей стране этой методикой пока не владеет никто. Я надеюсь, что ведутся разработки в научных учреждениях. Я знаю, что у нас в лаборатории ведется такая. Работа по разработке метода. Надеюсь, что в скором времени мы сможем это делать. Но пока, к сожалению, мы диагностируем антракноз только на клубнях. Я вам просто для примера могу привести. Вот когда мы отрабатывали методику диагностики на клубнях, как это отрабатывается, выделяется праймер из чистой культуры антракноза и начинает сравниваться. Сначала одни и те же партии оцениваются визуальным стандартным методом, с использованием микроскопа, бинокуляра и так далее. А потом те же партии прогонялись через ПЦР именно с праймером возбудителя антракноза. И вот смотрите, какая разница. При визуальной оценке выделилось всего 12% партий, зараженных антракнозом. Когда те же партии прогнали через ПЦР, то есть более точный и более четкий анализ, их, оказывается, больше 40% было. И так у нас, к сожалению, болезнь и распространяется, и плюс отсутствие регулирования самой болезни. Слана, мне кажется, сейчас самое время объявить, что у наших уважаемых слушателей есть возможность, если у них в процессе дискуссии возникают вопросы, чтобы их не забыть. Друзья, можете их фиксировать. У нас есть вот флипчарт здесь в зале, там есть маркеры. В совершенно свободном режиме, не стесняйтесь. Ходите, фиксируйте ваши вопросы. Мы постараемся в конце данной мастерской оставить время, чтобы их разобрать вместе с экспертами. Поехали дальше. Вот у нас есть знания о болезни. Как это применить на практике? В чем заключается комплексный подход к контролю? И как на это влияют различные этапы? Средства защиты растений, агротехника, севоборот? Ну, эту болезнь достаточно хорошо уже поизучали в мире, поэтому есть многие закономерности. Они на слайдах представлены. Почему он распространился? Потому что очень, ну, как и вертицилиоз, что очень много носителей, ну, растений-хозяев практически, вот только на одной строчке те виды, которые они переносят антракноз. Ну, это самое полезное для наших картофельных всеоборотов злаковые растения. Ну, вот оказался в этой категории подсолничник, например, бобы, горох. Но они достаточно мало распространенные, чтобы их считать, что мы с помощью вот такого оси оборота порешаем проблему антракноза. И выяснилось, что честная такая хорошая биофумигация, вот с орго-суданковым гибридом, крестоцветными некоторые на ранней стадии, они действительно снижают инфекционный фон. Но то, что, следующий слайд, инфекционный фон, конечно, существует в почве, мы должны это уже считать как, ну, данность объективно, это патоген, который уже присутствует на наших полях. Выяснилось также, что, например, развитие антракноза очень сильно зависит от уровня агротехники. Это плотность почвы и обеспеченность питания, ну, питательными веществами. То есть при оптимальном соотношении питательных веществ антракноза развивается меньше, чем когда растению не хватает питания, или, наоборот, оно избыточное. И вот эти параметры, они в зарубежных исследованиях установлены, ну, можно, конечно, их экстраполировать и перевести в наши обычные нормы. За этим дело не станет. Вот что действительно может резко обострить проблему антракноза, это осадки или обильное орошение на самой финишной стадии нашего процесса выращивания. То есть вот на этом цветном слайде видно хорошо, что если картофель орошался после диссекации обильно, то антракноза будет в два раза больше на клубнях, чем в том случае, если в это время была сухая почва. Это очень важный момент. Как раз у нас уже доля орошаемых картофельных полей очень высокая, и на этот момент надо обращать самое пристальное внимание. Что касается вашего вопроса по питанию, то вот эти наши обычные нормы, которые мы используем на картофеле, 100-150 кг ДВ азота фосфора и калия больше 250, они не провоцируют. Но исследования проведены в Европе, где очень много удобрения сыпали и до сих пор сыпят. У них до сих пор применяется азот 250-300 ДВ на нерашаемых полях. Но сейчас их экологи поджали. Соответственно, такой уровень жирования растений, он, конечно, провоцирует развитие антракноза. А вот следующий этап, конечно, вот это мы будем говорить и по бактериозам, это как раз надо уже признать, такой же активной агрономической работой этап хранения, как этап выращивания. Потому что вот эти патогены, антракноз, серебристая парша и бактериозы, они прогрессируют, ну и сухие гнили, они прогрессируют на этапе хранения. Поэтому к вопросам сохранности качества надо относиться намного более жестко и профессионально, чем мы делали это ранее. Например, антракнозу надо действительно быстро просушить клубни и быстро охладить. Но часто в наших климатических условиях все упирается в недостаточную мощность вентиляции, и мы сушим очень долго. И, соответственно, в этот момент болезнь начинает очень сильно развиваться. Это касается и бактериоза. Вот эта констатация условий, она определяет сложность механизмов и методов контроля данного заболевания. Так, ну давайте о методах контроля поговорим. Вы уже поняли, да, что все не так просто, что нельзя просто взять какой-то химический препарат, вылить. Развитие этой болезни зависит от очень многих факторов. Ну, давайте поговорим. В принципе, бороться-то с ним можно. Да, Сергей Александрович, есть? Ну, вот это, что перечислено на слайде, это, конечно, общая культура производства. Надо понимать, что она дает определенный эффект. И вот ни от чего не надо отмахиваться. Вот если можете этим пользоваться, пользуйтесь. Это даст такой ощутимый эффект по повышению качества картофеля. В том числе по поражению антракнозом. И этих операций достаточно много, и они формируют такой комплексный подход контроля или менеджмента антракноза. Но я хочу сказать больше уже о радикальных способах, потому что, ну, я как производственник понимаю, что антракноз как раз поддается контролю, и это показывает международная зарубежная практика. Это как раз вот эти слайды, они уже отражают механизмы контроля антракноза, которые используются в США, в Канаде в настоящее время. И выяснилось, что азоксистрабин, ну, давно известный нам азоксистрабин, он, оказывается, очень эффективно контролирует антракноз. Но применять его надо немножко по-другому, чем мы это делаем по отношению к той системе защиты, которой пользуемся в настоящее время. В принципе, вот смотрите, что тут не просто одно какое-то мероприятие. Каждое из мероприятий в плане защиты оказывает то или иное действие. То есть, если мы берем просто протравитель, то есть стандартная система, когда клубни протравливаются или обрабатываются при посадке инсектофунгицидным или фунгицидным протравителем, это частичная мера. То есть она поможет снять семенную инфекцию, зафиксировать болезнь и не дать ей распространиться в почве, дать ей самый один миллиметр в день на начальных этапах. Если мы вносим в почву фунгицид, уже как Сергей Александрович сказал, там содержание азоксистрабина, то мы предотвращаем заражение из почвы, потому что у этого фунгицида срок действия до 70 дней, и именно тогда, когда антракноз уже пытается начать прорастать, наличие фунгицидов в почве останавливает этот рост и предотвращает заражение молодых клубней. Защита в период вегетации. Там, на самом деле, вот когда статью будете читать, там очень такое полномасштабное исследование. Мы свели все к одному абзацу, что защита в период вегетации не уничтожит болель, но снизит ее интенсивность как минимум в два раза. То есть сдерживание болезни можно вести и теми обычными фунгицидами, которые здесь перечислены, там из наших препаратов, ревустоп, он оказывает сдерживающее действие. То есть все вот эти меры, включая агротехнику и правильное питание, они ведут к снижению, если не к уничтожению болезни, но к снижению. То есть, смотрите, при комплектном подходе, оказывается, можно контролировать и такую сложную болезнь. На следующем слайде как раз можно, демонстрируем вам как раз все возможности. И вот американская система контроля антракноза. Вот прочитайте именно последние две строчки. Не, ничего вы не закрываете, то все нормально. Видите, вся фишечка в том, что они азоксистрабин используют уже на самом финише вегетации, практически уже в момент десекации. Всего лишь 250 грамм азоксистрабина и антракноз под контролем. Мы вот этот приемчик пока не использовали. В принципе, он, я думаю, не такой дорогой, и надо им пользоваться. Он даст большой эффект. Препарат в нашем официальном доступе, то есть платон не придерется. Например, по отношению к бактериям мы вынуждены будем говорить о том, что тут с платоном у нас есть определенные нестыковки. Нам надо, в общем-то, систему защиты делать более комплексной, более разнообразной. Наша ориентация на фитофтору, альтернариоз, это надо про это уже забывать. Нам надо контролировать намного больше патогенов, поэтому система защиты точно будет меняться. Мы должны реагировать на изменения фитосанитарной обстановки. Поэтому то, что было раньше, мы работали с тем, что было раньше. А сейчас надо работать с этими патогенами. Какое тут противоречие? Ну, по отношению к сингенте, как всегда, конкуренты проснутся, скажут, да, от Сазоксистрабин уже резистенция будет у нас там возрастать. Ну, знаете, это такие, когда уже нечем больше попрекнуть, тогда вот переходят только на эти аргументы. На самом деле люди работают. Люди работают и контролируют. Почему мы не должны использовать то, что эффективно? Эффективно. Давайте вопросы, если что, фиксируйте, если мы успеем, ответим, а мы переходим дальше к следующей теме. Ну, последние годы действительно серьезной проблемой для многих производителей стали бактериальные болезни картофеля. Давайте это обсудим и начнем с биологии и вредоносности. Ну, мы кратенько пройдемся по биологии и вредоносности. Так, давайте разомнемся. Кто сталкивался на своих полях с бактериозами? А остальные не сталкивались? Или нет, здоровых есть недообследованные? Или врага надо знать в лицо? Вот. Ну, поэтому давайте кратенько пробежимся. Про бактериозы мы очень много говорили на прошлом Старом Новом Годе. Мы говорим на вебинарах, но я думаю, что надо будет еще побольше про это поговорить. Кратенько расскажу. Итак, из бактериозов, которые широко представлены на картофеле, это кольцевая гниль, это черная ножка. Ну, и я тут не стала даже ее отображать. Это бурая бактериальная гниль, карантинный объект, ее, в принципе, не должно быть. Стандартная форма проявления бактериозов, которые мы видим на картофеле, это гибель в растении в начале вегетации, это, может быть, загнивание стеблей в середине вегетации, вот как раз вот с этим все чаще и чаще сталкиваемся. И, собственно, непосредственно влияние на наш урожай, то есть это гниение клубней либо в поле при сильном заражении и при тяжелых, например, почвах, либо это гниение в хранилище, когда создается очаг, и, к сожалению, бактериозы из тех патогенов, которые могут распространяться во время хранения. А насчет диагностики и регулирования? Это такой сложный вопрос, потому что наш ГОСТ немножко несовершенен. Давайте, вот, Сергей Александрович, три минутки. Ну, да, я хочу вас проинформировать, что, конечно, на фронте бактериозов проходят у нас в стране не очень хорошие процессы. Ну, прежде всего, мы должны, как картофелеводы, понимать, что вот разновидность бактериоза, такая, как кольцевая гниль, она нам будет аукаться еще очень долго, потому что получилось так, что как-то незаметно признали, что на территории России есть этот вид бактерий, и второй момент, установили, что он не карантинный. А на самом деле, во многих странах эта кольцевая гниль является карантинным объектом. И знаете, вот такое немножко упрощенное отношение, что это одно и то же, пиктобактерии, и кольцевая, это все-таки большая разница. Как только у нас появится возможность поставлять картофель на экспорт, она появится, потому что за этим будущее у нас огромное природное преимущество по этой культуре, ну, низкая температура, и все упрется в то, что нас начнут попрекать, что у нас есть кольцевая гниль, и мы ее особо не контролируем, поэтому надо мух от котлет отделить, и с кольцевой гнилью надо работать намного строже, потому что, я говорю, во многих странах это карантинный объект, и он будет блокировать наш экспорт в будущем. Мы не сможем поставить ни в Европу, ни даже в Турцию картофель, потому что там это признан карантинным объектом. Получилось так, что тут определенная провокация проведена, какие-то малозаметные ученые в 2015 году опубликовали статейку в английском журнале, я проследил эту историю, эти ученые не публиковали по теме бактериозов ни до этого ничего, ни после этого ничего. Вот один такой укол сделали, но эту статью взяли в статистику, на нее сейчас ссылаются во всем мире, что российские ученые выявили наличие кольцевой гнили, причем выявили, знаете где? Там, где мы хотим разместить семеноводство, то есть на севере, в Карелии, в Архангельской области. Я считаю, это работа пятой колонны у науки, и мы не должны от этого отмахиваться. Такие процессы происходят, к сожалению, нехорошие. И то же самое касается методики оценки бактериозов в семенном картофеле. Впервые в гости прописали, узаконили, скажем, проверку семенного картофеля методом ПЦР для высоких репродукций. И вот тут мы наоборот оказались, если по кольцевой гнили наше законодательство слишком мягкое, то здесь, вот по сравнению с другими странами... Я когда вот эту информацию показываю, это просто смех разбирает. Представляете, во всем мире бактериальная болезнь оценивается по визуальным симптомам. Это вот на растениях черная ножка или стеблевая гниль. На клубнях мокрая гниль. Потому что люди поняли, что бактерии в растениях есть всегда. И современные методы анализа покажут наличие бактерий. ПЦР и ИФА. Потому что нам кажется, что растительные клетки вот прямо склеены. На самом деле между ними такое расстояние, что такое большое расстояние, что бактерии там живут, они там гуляют. Но это все равно, что человек ходит по Красной площади. Там они есть, присутствуют постоянно. И латентную инфекцию современные методы покажут. В нашем стандарте нулевой допуск был введен в ОСТОМ 33996 на высоких репродукциях. Это невыполнимая норма. А сейчас вот последний месяц, опять же, от имени науки пришло предложение продлить этот нулевой допуск до элиты. Вы понимаете, к чему это приведет? Что любой формалист, у которого есть ПЦР-анализ, он будет браковать весь семенной картофелев в России. Весь. Потому что ноль по бактериям латентной форме быть не может. Это теоретически невозможно. Но, с другой стороны, этот метод важен для самих картофелеводов, для того, чтобы им оценить риски. Если определение, то есть на законодательном уровне это как бы сложно запретить. Это какие-то люди будут решать. Но для себя картофелевод делает анализ, обнаруживает там, что есть бактериозы, и он просто более бережно, более тщательно относится к этому картофелю. То есть фактически просто соблюдает те процедуры стандартной, хорошей, правильной агротехники, которая относится и к другим болезням, и к бактериозам в том числе. То есть не накапливает у себя эту проблему. То есть методы хорошо, но с точки зрения государства все сложно. На самом деле пиктобактерии контролировать можно, не провоцируя их. Их называют пиктолитические, потому что они способны разрушать клеточную стенку. Но для того, чтобы они могли жить и заниматься своим нехорошим делом, им надо температура, влажность и отсутствие кислорода. Вот эти три фактора, которые приводят к старту бактерий, к проявлению болезни. Если этих условий нет, на особенной этапе хранения, быстро высушили картофель, быстро залечили повреждения, то болезнь не будет развиваться. Она будет находиться в латентной форме, инфекция, но неопределенно долгое время. Поэтому во всем мире бактерии контролируются только по визуальным симптомам. А вот что касается уже радикальных способов борьбы, то есть это уже как раз ситуация немножко улучшилась, и причем в нашу пользу агрономическую. Если еще года три назад все говорили, да, с бактериями же бороться невозможно, оказывается, уже появляются варианты, появляются препараты, которые способны контролировать бактериальные болезни. Вот мы немножко в будущее заглядываем, именно в плане контроля, но существуют препараты, которые могут сдерживать их распространение и, соответственно, защищать молодые клубни, не давать бактериям проникать туда. А это, собственно, наша цель – здоровый урожай. Ну вот про химические методы. Обработка в период вегетации медь содержащими фунгицидами. Сейчас мы немножко определимся, какими фунгицидами, но я хочу обратить ваше внимание на еще один способ. Он вроде как бы не относится к химическим, но за биологией будущей надо начинать с того, что надо давать растению то, что позволит ему самому защищаться. Про роль кальция можно говорить много, и это очень интересная тематика. Сейчас уже вот эта биологизация, попытки работать не просто там, молотом долбить и заливать все напалмом, все сжигать, включая и полезные микроорганизмы, а именно дать растению те силы и те возможности, когда оно само будет препятствовать к проникновению патогенов. К бактериозам это относится в полной мере. Давно известно, что чем толще клеточная стенка, чем больше в ней кальция, тем лучше растение само сопротивляется бактериозу. Поэтому к химическим методам, в принципе, относится и правильная подкормка кальция. Главное ее сделать в правильное время и так, чтобы оно усвоилось. То есть положить хлористый там с осени, ну, простите, это не метод. Вот метод именно правильно внести в тот период, когда растению это нужно. Ну и по поводу медсодержащих препаратов. Я хочу, Сергей Александрович, еще попросить практические. Да, как раз резко улучшилась картина. В каталогах всех фирм по защите растений появилась особая категория. Бактерициды. Вот еще года два назад ее не было. И эту колонку заполняют медсодержащие препараты. Но они очень разные между собой. И на нашем рынке их много. Надо понимать, что эффект дают препараты с минимальным размером частиц. Чем меньше, тем лучше. А они между собой очень отличаются. Поэтому, когда вы будете покупать медсодержащий препарат, это может быть сульфат меди, или хлорид меди. Там их много разновидностей. Более тщательные презентации у нас все перечислены. Прежде всего, обращайте внимание на размер частиц. И опрокидывайте поставщиков. А какой размер частиц-то у вас в меди? Мы что-то не в лаптях ходим. Мы разбираемся. Мы знаем, в чем эффект медных препаратов. И они используются, например, теми же американцами для локализации бактериозов даже в период вегетации. У них в регламенте написано, как только появились симптомы, обрабатывайте каждую неделю медсодержащим препаратом. И вы локализуете развитие бактериозов. На этапе вегетации довольно эффективно. Но у сингента тут это не должно выглядеть, как реклама. Как раз есть препарат, который одновременно защищает от фитофтори и содержит медь. И как раз он имеет огромное преимущество именно в том плане, что частицы медные самые мелкие. Ну да, не в качестве рекламы. Тем не менее, я не могу сказать, что препарат действительно... Дело в том, что этот препарат проверен с работе. То есть, когда много компаний на какой-то выставке представляют свою продукцию, каждый кулик свое болото хвалит, когда спрашиваешь, а где вы проверяли? А покажите, пожалуйста, данные. Ну, многие говорят, да зачем нам проверять? У нас и так все хорошо. В отличие от них, мы свои препараты проверяем еще и тщательно, во взаимодействии с научными организациями. И у Редамил Голд Эр такой пример. Мы три года сотрудничали с Тимирязевской сельско-сельхозакадемией, с которой делали опыты, с одной стороны, понимая, как распространяются бактериозы, то есть все пути инфекции действительно были проверены, а с другой стороны, проверяя эффективность препарата. И в этом плане Редамил Голд Эр показал себя с самой лучшей стороны. То есть, у него самое низкое... не работает, только... Самое низкое содержание именно меди, но при этом она измельчена до минимума, поэтому она максимально эффективна, оказывает хорошее покрытие и, соответственно, меньше смывается и работает именно контролем распространения бактериоза. Ну что, мы вот рассмотрели две достаточно серьезные болезни. Вот. И, как видите, не прямыми методами, то есть ни одной кремлевской таблеткой, но комплексным подходом можно с ними бороться. Ну или хотя бы минимизировать риски. И, уважаемые эксперты, какие вы видите дальнейшие перспективы развития в сфере защиты растений? Я могу сказать, что защита растений уже выходит на новый уровень. Не зря у нас на пленарной части были представители трех направлений. То есть, помимо химии, очень активно идет биологизация. Биологизация не в том плане, что находится... Ну и точнее, и в том плане, что находятся полезные бактерии, грибы и так далее, которые могут бороться и снижать химическую нагрузку. Но и в том, что мы подходим к профилактическим обработкам и управлением полями с помощью цифровых методов. К тому, что мы подходим к правильному питанию, подкормкам, биостимуляторам. То есть, встраиваемся в естественный цикл растения. Поэтому я считаю, что будущее именно за этими тремя методами. Я согласен, что мы только наживили тематику вот этих проблем актуальных в картофелеводстве. Но то, что по бактериозам вот второй раздел бактерицидов, это микробиологические препараты, это уже факт. И они уже есть. Они уже есть и на нашем рынке российском. Вот на Юхах, пожалуй, 20 фирм представляют микробиологические препараты с антибактериальной активностью. Но их же надо проверить. Надо убедиться, чтобы была какая-то независимая экспертиза, что они действительно подавляют те разновидности бактериозов, которые существуют на наших полях. А то, что это самый перспективный вариант, потому что бактерий-то в почве очень много, их 2000 видов, как показало секвенирование ДНК. И они между собой находятся в очень сложных отношениях. И они друг друга, если так выражаться, прямо едят, кушают. И там есть хищные, которые могут работать в нашу пользу и снижать инфекционную нагрузку. Так что перспектива контроля бактериальных болезней очень хорошая. Я уже не говорю про то, что, оказывается, некоторые вирусы поражают бактерии. Это их называют бактериофаги. И такие препараты в мировой практике уже тоже есть. Так что ситуация по контролю бактериозов становится более такой благоприятной и более, ну, как сказать, оптимистичной. Оптимистичной. Спасибо. Так. В принципе, у нас все. Спасибо за внимание. Ладно, у нас три вопроса. Может быть, прямо на минуту, полторы задержимся. Да, ответим на них. Вопрос номер один. Рапс, горчица. Переносит антракноз? Ну, рапс раньше и горчица желтая были очень хорошими предшественниками Декортова. Сейчас они этот статус потеряли, потому что, к сожалению, крестоцветные переносят склеротиниоз. То есть, и вот на картофель уже нельзя рекомендовать эту такую схему, как самую благоприятную. На ранней стадии, если идет запашка, как фумигация, это допустимо. Но если рапс созревает, то все, склеротиния пойдет на картофель следом. Смотрите, горчица желтая, это, к сожалению, усиливает развитие антракноза, но горчица белая, как сидират, уменьшает количество антракноза. Юж? А следующий вопрос. Какая доза действующего вещества НПК должна быть, чтобы не спровоцировать антракноз? Сказал об этом. Международные исследования показали, что те нормы, которые мы используем на нерашаемых полях, то есть в пределах 100-150 азота и фосфора и 250-300, они оптимальны для того, чтобы не провоцировать антракноз. Главное не оставлять растения без питания и не засыпать удобрения вот такими чрезмерными количествами, двойными. И третий вопрос. Кислород – это возвращение к международной, к междурядной обработке? Ну, выясняется, что уплотнённая почва, если это касается практически бактерий антракноза, когда создаётся условие недостатка кислорода, то болезни эти развиваются намного веселее, чем если почва рыхлая и вот такая проницаемая. Друзья, давайте благодарим наших экспертов. Спасибо вам большое за внимание и за интересные вопросы. Спасибо.